Полгода журналистка Анжела Слободян проводила прямые эфиры и закупирована в то время Херсона. Анжела и ее коллега Александр пережили арест, плен, смогли вернуться на свободную территорию Украины. Затем, после освобождения Херсона, Анжела продолжила работу в родном городе и сняла документальный фильм «Навало. Нашествие». В нем жители Херсонщины рассказывают о том, как российская армия пришла в город, расстреливая машины мирных жителей и убивая медиков, спешивших им на помощь. Сегодня Анжела Слободян и ее коллега Александр Максименко у нас в студии. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Первый вопрос к вам, Анжела. Вы более месяца пробыли в плену. Расскажите, пожалуйста, в каких условиях держат гражданских людей, которых похищают российские военные? Что с ними происходит? Куда их отправляют после того, как их везут в СИЗО? Как обнаружили, у нас было больше 20, как минимум 20 мест, где пытали людей. Я находилась в изоляторе временного содержания. Это ИВС, это городской херсонский ИВС, который был обновлен в свое время. И после этого он как раз попал в руки оккупантам. И там задержали очень большое количество людей херсонцев. Там и были и мужчины, и женщины. Но когда я была, это была одна женская камера. Мы ее называли палата номер 6, потому что это была шестая камера. И отношения, как в палате номер 6, то есть ты извне ничего хорошего не можешь ожидать по отношению к тем людям, которые содержатся внутри. Но мы, женщины, у нас была трехместная камера, я была пятая в камере. То есть мы вдвоем спали на одной, как бы это сказать, наре. У меня вообще не было никаких, то есть меня забрали без вообще каких-либо средств гигиены. То есть мне ничего не дали взять, даже таблетки. Мне были необходимые таблетки, их мне не разрешили брать. В чем я была, надели мешок на голову и вывезли в ИВС. Мы только без мешков этих общались с девочками в камере. А выводили нас на допросы в таких грязных-грязных шапках, одевали. И даже оккупанты боялись, они были все в балаклавах, но даже боялись, наверное, глаза свои показывать, потому что допросы все проходили именно в этих шапках. С меня ни разу не снимали шапку, когда вводили на допрос. Ну, антисанитария. В тот момент, когда я была, нас вообще один раз в день кормили макаронами, которые были слеплены в такой комок. Все, это единственная еда была. Поэтому, когда меня уже за пять дней до того, как меня отпустили, я пять дней вообще ничего не ела, потому что организм просто не был адаптирован к этой еде. И я понимала тот момент, что лучше выжить на воде, ты можешь прожить больше, чем вот на этих макаронах слепленных. Потом вы рассказываете журналистам о том, что все время вы слышали крики мужчин, которых избивали где-то рядом. Что там происходило? Как я сказала, морально-психологический тиск, давление – это самое основное, и многие не выдерживали. У нас женщина в камере, у нее случился инсульт, и она умерла. Это в моей камере Фаина Махтисян. Ну, постоянные крики мужчин, это, конечно, круглосуточно, с утра до вечера. То есть мы, когда слышим вот этот вот скрежет ворот, это до сих пор такой триггер, который, если я этот звук аналогичный слышу, меня немножко передергивает, потому что я вспоминаю. Значит, это должны сейчас завести новых людей, и их сейчас будет пытать бить. У нас наверху было это пыточное, там просто выбивали показания, а внизу у нас людей питали именно током. Александр, вы попали в плен примерно в то же самое время и содержались на мужской стороне отношения. Что происходило? В один и тот же день нас брали вместе в одном здании, в одном доме у меня лично, и за нами единственное, что приехали два экипажа вооруженных бандитов каких-то. Мы же не знаем, кто они такие, они не представлялись. И нас забрали, похитили и вывезли. Я находился в камере номер пять, как потом выяснилось, мы жили даже через одну стену. Но ИВС был сделан таким образом и так качественно, что звукоизоляция была полная, мы, в общем-то, не могли услышать, не могли переговариваться, ничего. И я прошел, воочию наблюдал результаты этих всех пыток. Анжела уже сказала, что вверху, внизу, то есть, ну, это значит, прямо над нашими камерами. А так как мы находились там в июле-августе, это температура под 40 градусов, камеры практически без изоляции, население больше, чем они рассчитаны, у меня четырехместные шесть человек было. И, ну, люди, в общем-то, не могли не дышать, ничего. И приходилось, пытались открыть окно, но не открывалось, узенькая щель была. Но для прохождения звука этого было достаточно. И на всю округу вокруг здания раздавались истошные крики мужчин, которых пытали. Допросы были до нескольких часов. Самая такая иллюстрация, я как-то рассказывал, и корреспонденты обычно всегда ужасаются, когда втолкнули после допроса в камеру мужчину, молодого, там, 30 с чем-то лет ему, а у него язык не помещается во рту, черный, вываленный. Его, когда пытали током, он прокусил себе язык. Допрос был больше двух часов. Но язык распух, вывалился изо рта, он уже не мог его затащить назад. И вот когда его втолкнули в камеру, этот огромный черный язык, ну, это шоковый вообще вид был у него. Ну, кроме этого, избитые, там, ребра перебитые и так далее. Били палками, резиновыми дубинками, чем только берцами, ногами, ну, и пытали. Самая главная пытка, ну, одна из самых страшных – это электричество. Причем я хочу, чтобы это все услышали. Применяли они для пыток полевые телефоны средины прошлого года, прошлого века выпуска. Это НКГБистская технология. Где они их взяли, я понять не могу. Значит, где-то на складах эти полевые телефоны хранились. Мужчинам привязываются электроды на уши, на гениталии, там, на пальцы ног. Включается разряд тока, мужчину выгибает дугой, ломаются, аж сухожилия рвутся. И таким образом вот проходили эти пытки. Но именно полевые телефоны-энковидиски. То есть такое впечатление, что они были готовы к этому десятками лет. Били дубинками, как я уже сказал, все. Ради развлечений электрошокерами были любители пострелять во время допроса за спиной у допрашиваемого. Вдруг из автомата начинают стрелять. Ну, прямо над головой человека. Когда-то из соседней камеры одному мужчине при такой стрельбе пуля попала по голове касательная. Они взяли, потом замотали скотчем голову ему рану и бросили его в камеру гнить. Он начал гнить. Мы этот запах гнилого тела, ну, слышали по всему этому. Ну, это элементы такие, это не только физическое, морально-психологическое давление. Мужчин насиловали. Насиловали специально под дверями женской камеры, чтобы женщины это слышали. Заставляли одних других насиловать или там палками. Ну, это такое дело, да. Вы провели в плену вот в таких условиях более месяца. Расскажите, как и почему вам удалось все-таки выбраться на свободу? Ну, мне не удалось в плане того, что мы, каждый, кто там сидел, мы не понимали. Знаете, как в тюрьме есть свой срок. Вот мы, это, ты знаешь, что тебе дали какой-то там срок за какое-то преступление, и человек, он проходит этот срок. А нас просто закинули в эту камеру. Ну, хорошо, у меня там было три допроса, я хотя бы хоть каким-то образом понимала, что там меня там в каком-то шпионаже на собственной территории уличают. А у нас в камере была как заложница девушка, которая сидела за своего брата, который служит сейчас в вооруженных силах. Так вот у нее, она просидела 31 день, и у нее ни одного допроса не было. Ни одного. Вот ее просто закинули, и она не понимает своей участи. То есть что с ней будет? А когда еще ты за окном слышишь, что наступают наши, мы же слышим эти взрывы за окном, и мы понимаем, что если зайдут украинские войска, то нас расстреляют. То есть это еще такой вот какой-то момент, когда ты в безысходности, ты не понимаешь, что находится снаружи, и что будет с тобой сейчас, вот здесь, в этот момент. А меня просто вывели. До этого у меня были потери, сознание плохо себя уже там чувствовало, и я не знаю, что стало причиной того, что меня просто отпустили. То есть у меня там взяли подписку о невыезде из города Херсона, у меня взяли ДНК, взяли в базу, меня ввели как злучинца, как преступника, и мне сказали, что я постоянно буду под присмотром. Также мне как бы такие нарративы дали якобы, ну я же журналист, я общаюсь с людьми, которые там могут доносить какие-то такие вещи. Так как у нас был мэр сидел в камере там, то оккупанты четко мне дали так понять, что якобы мэр перешел уже на сторону оккупантов, он уже пьет где-то мохито, ну вот так вот мне сказали. То есть это должна такая быть вот эта дезинформация, которую якобы я должна была внести в массы. Ну это я поняла из того, как они нарочиво мне это говорили. То есть получается, что они пытают, задерживают там до бесконечности людей, из которых могут выбить информацию, которая им нужна, а всех остальных людей они задумываются, держать их или выпустить за ненадобностью. Немножко не так. Каждый же попадает по своей причине, по своим вопросам. В частности, Анжела этого коснулась. Нас обвиняли в шпионаже, потому что я работал в госучреждении, я аналитик, и меня обвинили в шпионаже против Российской Федерации, и наше дело вел начальник ФСБ региона, полковник лично. Анжела, я руководитель группы как резидент, Анжела офицер разведки под прикрытием журналиста, так они обвиняли. Ну еще там был один мой работник, и короче, они пытались слепить дело из ничего, о шпионаже для того, чтобы выслужиться и так далее. Но когда оно развалилось за месяц, они вынуждены были нас выпустить, потому что мы для них уже не представляли угрозы такой. А люди разные, ребята некоторые поступали из-за активной своей позиции, из-за участия, допустим, в акциях протеста. К ним один подход. Кто-то поступал из-за того, что действительно участвовал в подполье, в диверсионных каких-то наших отрядах, которые пытались охотиться на оккупантов. Скажите, пожалуйста, а вот эти все люди, после того, как их вычислили, скажем так, оккупанты, и сказали, например, утверждали, что они участники подполья, куда их отправляли? А сейчас, сейчас ребята до сих пор находятся, специально построили в Симферополе СИЗО номер два для наших людей. Там сидят наши ребята, тех, которых они тогда загребли, они вывезли их на Левый берег, и они до сих пор сидят в СИЗО. Мы знаем по именам. Мой сокамерник, парень, которого взяли в конце июня, Коля Ведьмук, я знаю от его родственников, что он сейчас в Симферополе. Некоторых ребят вывезли аж в Лефортово в СИЗО. У нас полтора десятка примерных херсонцев попали в Лефортово. Гражданских лиц, не военных. Это лица, которых они обвиняли в участии в подполье и в сопротивлении. То есть, каждого по-разному. Некоторых доводили до полной инвалидности, ломали ноги, отбивали внутренности и выбрасывали за ненадобностью. Некоторых туда вывозили. Часть использовали для ИПСО, то есть, заставляли выступить перед так называемыми средствами массовой информации, под дулом автомата, который стоит вместе с камерой на тебя целиться. И людей заставили проговорить их нарративы о том, что они там такие хорошие, что они освободили. Украинские правозащитные организации также власти. То есть, есть несколько категорий и по-разному. Одни тут побоями исходили, а некоторые до сих пор находятся сейчас. И по нашим сведениям, мы тоже этим занимаемся, изучаем этот вопрос. И сейчас они пытаются в Ростове организовать судилище, привозят даже из Лефорта вот туда на так называемые суды наших ребят. Пытаются им пришить, пришить, я беру это слово, какие-то статьи Уголовного кодекса, судить их для того, чтобы... Я понимаю, для чего это нужно Путину. Путину это нужно для того, чтобы, когда закончится все, когда будет окончательная победа мир, когда мы дойдем до настоящего трибунала и судить его, вот тогда он, как этот сам, клоун из рукава вытащит вот этих наших ребят и скажет, а у вас тоже террористы были, диверсанты. То есть они им нужны как заложники для того, чтобы потом противопоставить нашим правовым, так сказать, преследованиям. Скажите, пожалуйста, что сейчас происходит на оккупированной территории? Есть ли у вас связь с людьми, которые находятся на левом берегу Днепра? Как ведут себя там оккупанты? Какие люди там остались? Какими надеждами они живут? Чем они живут? Ну вот у нас же и родственники, и у меня родственники остались на левом берегу, частично там не выехали, кто не смог выехать, кто по каким-то причинам просто, вот как я общаюсь со своей племянницей, она говорит, я не выезжаю только потому, что это моя земля, а почему я должна уехать, пусть они уезжают. То есть у нее такая логика, то есть она готова там терпеть, жить вот как живется, но это ее такой выбор. Кто-то уже после плена смог выехать, кого-то сломили, и он просто там где-то прозябает именно в том месте, а кто-то тщетно борется просто за то, чтобы выжить. Но террор, жертвами которого вы стали, он продолжается, либо же вот произошла такая зачистка, и оккупанты успокоились? Нет, они ни в коем случае не успокоились, потому что это совершенно другая история пошла. То есть они сейчас считают, что они, якобы Херсонская область, это уже Российская Федерация, то есть это такие нарративы, уже проголосовали, референдум прошел, и все. И на сегодняшний момент они людей заставляют получать российские паспорта, они полностью истребляют как бы в обиходе гривну, то есть люди не могут этого ничего получать, даже ту же пенсию, которую им начисляют украинскую, они не могут получить, они не могут пользоваться какими-то социальными благами, потому что у них нет российского паспорта. То есть либо ты получаешь, либо ты вообще не живешь. Также вы сняли документальный фильм, как мы говорили в начале, и часть этого фильма начинается с того, как вы даете показания в Международном уголовном суде в ГАГ, если бы могли на течение двух минут буквально рассказать, о чем вы сказали прокурорам ГАГского суда, и когда эти доказательства будут пущены в ход, когда этот процесс, судебный процесс преследования военных преступников начнется? По сути, они уже пущены в ход, потому что это, несмотря на то, что это народный трибунал, однако там вели его настоящие судьи, прокуроры, и все те показания, которые давали участники процесса, они были переданы международным прокурорам и зафиксированы, и был вынесен в Украинском народном трибунале был вынесен приговор, приговор Путиным по тому, какая ситуация, и что он развязал эту войну в Украине, то есть его признали виновным. Да, я понимаю, что это как заочный суд, то есть заочный приговор, но в данной ситуации это возможно. То есть да, это прецедент, такого еще как бы не было, но на самом деле такое отношение и к человеку, который развязал войну, оно должно быть публичным, оно должно уже пройти вот какие-то все стадии, и первая стадия вот этого трибунала, она уже пройдена. А на самом трибунале я давала именно те показания и те преступления, которые я видела воочию и с героями, которыми я встречалась во время оккупации, которые прошли через меня, и потом я это все как бы показала или смогла часть этих преступлений показать в своем документальном фильме «Навала». Большое вам спасибо. Я очень надеюсь, что справедливость восторжествует и люди, с которыми вы находились, обретут свободу и обретут свою родину, мир. С нами на связи был Александр Максименко и Анжела Слободян, жители Херсона, которые пережили оккупацию и пережили российский плен и также дали показания на суде в Гаге.